здравствуйте уважаемые любители рукоделий и бисероплетения это канал мелодия бисера меня зовут наталья мазаян и сегодня мы с вами будем собирать веточки второго яруса и распределять на них цветочки так как мы с вами первый ярус плели соответственно осталось плести еще три это последний ярус в котором нас с вами по 13 14 цветочков откладываем его пока это ярус 3 в котором у нас примерно 9 10 цветочков в каждом тоже пока откладываем и вот это вот у нас элементы для второго яруса который мы сейчас с вами будем собирать берем подготовленные элементы удобно распределить так чтобы было понятно цветовая гамма на макушечку ветки я беру яркие цвета дальше я беру светлые цвета берем наши отрезок для сборки проволоки повторюсь что я собираю на проволоке 0 5 миллиметра этого достаточно дальше укреплением будет служить сами хвостики наших веточек сирени собираем эту веточку так разравниваем берем бутончики эта веточка у нас должна получиться приблизительно 4 сантиметра может быть три с половиной четыре сантиметра собираем ее бутончики обмотка около четырех миллиметров цветочки снова несколько миллиметров обмотки затем оставшиеся цветочки распределяем равномерно по стволу по стебельку так чтобы они распределялись вокруг и так чтобы в итоге длина веточки у нас получилось 4 сантиметра периодически смотрим измеряем линейкой сейчас у нас получается около трех сантиметров нужно добавить еще два цветка добавляем один цветочек добавляем еще один цветочек добавляем еще один цветочек веточки для то что обмотка пойдет уже пойдет будет видимая часть поэтому обматываем чуть больше чтобы у нас была возможность при сборке сделать так как нам удобнее скрыть ее или уже оставить на виду поэтому примерно 5-6 миллиметров после сборки оставляем обмотки ниточки сразу убираем такая веточка получилась смотрим какой у нас размер ну вот примерно как раз 4 сантиметра и получилось теперь собираем еще две такие же веточки элементы распределены чуть иначе тут вот парный цветочек например это не имеет значения просто делайте чуть разное расстояние между элементами готовы три веточки второго яруса макушки у них потемнее основание посветлее и мы можем их добавить к нашей уже сплетенной ветке сирени берем нашу нитку для сборки и опять смотрим с какой стороны у нас пустота с этой стороны начинаем добавлять веточки так добавляем веточку смотрим ну вот если сейчас мы добавим тут у нас будет выступ нагромождения либо примеряем другую веточку может быть она лучше равномернее ляжет либо может быть сейчас чуть-чуть обмотку надо да вот видите конечно у костей сирени есть такие уступы но в данном случае сейчас посмотрим мне кажется что вот если вот так мы опустим будет более красиво смотреться значит мы берем откладываем наши сплетенные веточки и добавляем немножко обмотки у нас получается между первым и вторым ярусом на данный момент обмотки примерно сантиметр 2 миллиметра прикладываю веточку вот сейчас веточка смотрится уже более гармонично приматываем ее примерно 5-6 оборотами смотрим смотрим да вот равномерно смотрится теперь можно добавить следующую веточку вот сюда примеряем распределяем цветочки да вот веточка смотрится хорошо снова делаем 5-6 оборотов то есть примерно 5-6 миллиметров обмотки сделали веточка держится и примеряем третью ветку а третья ветка все равно видимо получилась чуть длиннее смотрится немножко иначе мы распределим между веточек следующего яруса расправим цветочки вот она уже смотрится хорошо сейчас мы когда еще примотаем мы немножко веточки отогнем на себя чтобы добавить объема мне кажется вполне хорошо смотрится делаем обмотку думаю что для следующего яруса достаточно будет если мы сделаем пока обмотку один сантиметр потом также по необходимости мы добавим и мы приступаем к сборке следующего яруса третьего веточки третьего яруса состоят примерно из девяти или десяти элементов и общий размер веточки у нас будет примерно четыре с половиной пять сантиметров мы собираем третий ярус наше сирене две веточки я собрала они получились примерно по пять сантиметров с учетом обмотки пять с половиной можно приложить предварительно посмотреть как это будет смотреться вполне мы чуть-чуть изогнем еще будет очень хорошо поэтому сейчас мы вместе соберем тоже эту веточку третьего яруса на макушку мы как всегда используем более темный бисер если есть элемент с бутоном можно использовать элемент с бутоном и собираем очень большое расстояние в обмотке между элементами делать не нужно потому что иначе может ветка получиться слишком вытянутая ну и очень близко тоже то есть средний размер обмотки между ярусами у нас получается от двух до пяти миллиметров вот примерно на таком расстоянии мы собираем наши веточки крепим наши элементы вот эта веточка получится пушистая потому что основные составляющие элементы в основном тут из двух цветочков распределяем равномерно по кругу такая веточка получилась закрепляем проволоку и продолжаем собирать закрепляем нитку и продолжаем собирать непосредственно кисть смотрим какой размер у нас где-то четыре с половиной сантиметра как раз нам нужна одна веточка покороче следующий будет уже подлиннее здесь у меня нитка не обрезана в процессе сборки обязательно смотрите выдерживает ли ваша проволока вес сирени пока еще дополнительно укреплять не нужно потому что ее сейчас укрепляют проволочки сборки как только мы начнем переходить сюда как только сборка закончится возможно нужно дополнительный стержень добавить берем нашу самую маленькую веточку из этого яруса примеряем ее сейчас можно немножко отогнуть сразу смотрим бутончик видимо надо повернуть так чтобы он смотрел в глубину веточки не выпирал так сильно вот веточка вполне вписывается сюда закрепляем ее мотаем туго несколько оборотов 5-6 как мы обсуждали и добавляем следующую веточку вот сюда располагаем их спирально относительно каждая ветка относительно другой сдвинута примерно на треть оборота вокруг основного стебля сирени и соответственно вот как раз место для третьей ветки обматываем примерно сантиметр и переходим к сборке последнего четвертого яруса приступаем и с готовлению четвертого яруса я две веточки подготовила особенность этого яруса в том что веточка состоит из двух частей веточки как мы делали одинар теперь к ней присоединяется еще небольшая веточка дополнительная если вы захотите сделать сирень из большего количества числа ярусов то пятый и последующий ярус нужно делать также уже из двух а далее уже и из трех веточек веточки должны быть сложные уже сами которые как макушка сирени сейчас покажу я делаю две веточки эти также мы используем ту же самую проволоку дополнительную 0,5 миллиметра собираем сначала маленькую веточку дополнительную для этого яруса достаточно сделать эту веточку из пяти элементов а всего для веточки четвертого яруса у нас подготовлено примерно 13 14 15 элементов так как вам кажется наиболее гармонично собираем маленькую веточку крепим к ней все наши подготовленные цветочки на этой ветке у меня они исключительно из светлого бисера и делаем внизу обмотку примерно 5 миллиметров для того чтобы прикрепить подхнутую веточку к основной нашей ветке все подготовили маленькую навязали обрезали у меня она состоит из шести элементов веточку ее отложили и собираем самую большую веточку точно так же как мы собирали для этого для макушки я использую полураскрытый цветочек из трех лепестков без желтой серединки и постепенно добавляю все большее большее цветочков цветочков в ярусе в ветке мы не добьемся реалистичности она уже будет смотреться худенькой слишком нам нужно сделать так чтобы веточка все-таки была пышная именно поэтому начиная с четвертого яруса делаем уже более сложные по составу ветки добавляя дополнительные собираем веточку как вы видите она получается пышненькая при сборке цветочки мы распределим конечно больше на лицевую сторону потому что одна сторона будет прижата к стебельку а другая будет у нас лицевой собрали веточку сделали обмотку примерно 5 миллиметров и надо сейчас будет добавить дополнительную вот еще чуть-чуть нужно обмотать вот около 7-8 миллиметров и все теперь добавляем дополнительную веточку смотрим где она лучше смотрится справа или с льго так получше поворачиваем поворачиваем смотрим сразу как наиболее красиво смотрится так более равномерно и делаем обмотку еще примерно 5 миллиметров веточки веточки сметку сметки веточки хотела сказать что возможно удобнее прокрасить все собранные веточки лаком до того как вы их начали собирать потому что я поздно догадалась а вам советую перед тем как если вам нравится сборка перед тем как уже собирать большую ветку каждую из этих маленьких веточек прокрасить лаком тогда вам не надо будет при уже собранной ветке мучиться и прокрашивать их внутри собрали вот эти все маленькие веточки покрасили лаком потом только уже собираете большую ветку сирени но данном случае так уже не получилось буду уже в процессе добавлять ну уже как есть так теперь берем нашу кисть сирени видите она вот уже вроде бы и веточек больше все равно она вот по своей конфигурации в этой плоскости кажется уже немножко худенькой детки хоть и начинают уже более широко быть но вот я явно не хватает пышности вот сейчас мы добавим пышности присоединив от эти ветки смотрим до сначала и начинаем обмотку не очень удобно уже на весу обматывать цепляется очень ниточка за цветки поэтому сейчас я присоединю веточки вам и покажу вам что получилось хочу также вам показать как укрепить стебель при этом не нарушая красоту обмотки вот мы добавляем сейчас последнюю третью веточку четвертого яруса добавляю вот сюда жестко прижимаем делаю пару оборотов ниткой и вот посмотрите вот здесь образуется сейчас такой кармашек между основным столиком и дополнительной веточкой вот как раз если вам нужно укрепить ветку как мне мы берем дополнительную проволоку и помещаем ее как раз вот в это углубление вот видно видно вот сюда ведь она полностью проваливается в эту ямку и мы начинаем аккуратно обматывать прижимая как следует ее и тогда момент ступеньки вообще вот этот вот не будет заметен очень удобно на камеру это делать хвостики мешают стержней но я думаю что вы поняли и продолжаем обмотку сейчас нам нужно сделать обмотку примерно 4 5 сантиметров до того места как мы начнем крепить свои листики ну давайте сделаем сначала 4 сантиметра и приложим готовую веточку с листьями посмотрим хорошо насмотрится или нет вот такая обмотка у нас получилось высота обмотки около четырех сантиметров и сейчас самое время прикрепить веточку с листиками прикрепляем веточку с листиками с той стороны где у нас опять же самое пустое место ветка здесь впереди самая красивая последняя которая была добавлена значит первую ветку с листьями мы крепим сзади чтобы прикрыть эту пустоту присоединяем ветку и делаем обмотку еще примерно 2-3 сантиметра уже с этой дополнительной веточкой я сделал обмотку 2 сантиметра и мне кажется что самое время добавить вторую веточку крыс она очень хорошо будет смотреться на достаточное расстояние и теперь добавляю вторую ветку с листьями и теперь уже можно обмотку продолжать до конца нашей ветки сирени всего обмотка сирени у нас составила 19 сантиметров от нижнего листика до края столика между листьями обмотка 2 сантиметра и вот соцветия до первого листика 4 сантиметра теперь осталось покрыть ветки сирени лаком и сирень будет готова вот такая сирень из бисера у нас получилось множество оттенков также у нас пакете еще есть вот такая ветка и вот такая ветка они все три разные все очень красивые смотрите все необходимые инструменты и материалы для изготовления этой сирени вы можете приобрести в магазине мелодия бисера точка ру если вам понравилось наше видео ставьте лайк подписывайтесь на канал оставляйте комментарии нам очень интересно ваше мнение всего доброго до свидания